Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. Продолжаем разговор из тени, в которой, к сожалению, мы с вами оказались. Констатируем ту мысль, что нам здесь некомфортно. И мы намерены вылезти из этого. Создать иную, счастливую жизнь. И насладиться ею. А пока по умолчанию понимаем, что нам не обойтись друг без друга. Без объединения наших усилий, взаимопомощи и внимания к рядом находящемуся единомышленнику. Поэтому не буду слишком много внимания уделять тому, что сейчас как никогда нам нужны и ники, и большие пальцы вверх, и пересылки друзьям, и подписки. Это, само собой разумеющееся. И без взаимной поддержки организованный и сильный враг победит. Будем умны и позитивны. Итак, тема сегодняшней беседы – это общение с ребенком в агрессивном мире, современном мире. Во время экстремальных событий не только вашему ребенку, но и вам самому хочется быть рядом с родным, близким и заботливым человеком. Наверное, вы заметили, что многие семьи, находившиеся ранее на грани распада, сейчас вдруг раздумали заниматься разводом, сплотились как никогда ранее. Конечно, бывают исключения. Но, как правило, людское поведение во время опасности инстинктивно и направлено на выживание. Именно на выживание своих детей. Как в физическом, так и в психологическом плане обращены мысли многих родителей. И давайте сегодня поговорим о том, как именно сейчас поддержать, придать уверенность своим детям. Как и о чем с ним не говорить. Итак, что же случилось? А ни много ни мало мир оказался на грани апокалипсиса. Все, что казалось еще вчера важным и незыблемым, внезапно превратилось в прошлогоднюю блеклую труху. Мы растерянные, разбитые. Новости пульсируют с немоверной скоростью. То, что было актуально час назад, блекнет перед тем, что происходит в данный момент. Извечное ощущение, что дно уже не пробить, а разрушается вновь и вновь. И кажется, нет конца этому бесконечному падению в пропасть. Наши глаза потухли. Мысли беспомощно мечутся из угла в угол. Руки опущены. Но для того, чтобы не предстать в глазах детей слабыми и трусливыми, мы стараемся не показать даже виду. Расправляем спину. Бормочем неуверенно, что все будет хорошо, в порядке. Думаете, они глупы. Они видят и чувствуют. Произошедшие в нас изменения и вместе с нами живут одними ушами, глазами, кожей. Даже если они немного нас глупее в плане жизненного опыта и количества накопленной в веществе информации, то уж умение нас ощущать, нами манипулировать, они нам еще фору дадут. Вы разве не замечаете пытливый, изучающий и буквально буравящие в вас взгляды детишек? Вы стыдливо отворачиваете глаза, не зная, как поступить и что сказать. Тогда давайте вместе с вами прямо сейчас сядем и немного поговорим. Пока без них. Между собой. Взрослым. Постараемся немного собрать некоторые знания о наших детях, которые как-то уж внезапно разлетелись, и это не добавляет нам уверенности. Итак, что мы знаем. Первое. Дети в тяжелые времена, оставаясь без поддержки взрослых, уж очень быстро взрослеют и становятся самостоятельными. Пусть еще физически слабыми и малоинформированными. Но жестко настроены на выживание по животному, по волчьи. Второе. Любое животное. А наши дети существенно ближе к животному поведению. В стрессовой ситуации ведут себя или пассивно, замирая и забивая щели, стараются съежиться и исчезнуть на время опасности. Или убегают, или агрессивно нападают. Третье. Дети с не до конца сформированной психикой, установками хорошо и плохо, и бедной самоидентификацией, очень пластичны. Поддаются общественному, групповому влиянию, становятся легкой наживой для взрослых и ушлых манипуляторов, главарей и вождей. Это касается и благоприятной, по нашему мнению, следы, и не в меньшей мнении вредной. Четвертое. В состоянии растерянности они стремятся восстановить свою уверенность, опираясь на чуткие и ясные установки. В этот момент все палитры красок и многоуровни и задачи для них как бы перестают существовать. Им крайне важно опереться на что-то более четкое, понятное, свой чужой, хороший, плохой, черный, белый. Пятое. Маленьким, несмышленым и неопытным легче выживать рядом с сильным. Или же приумножать эту силу количеству. Поэтому во время войны невзгод беспризорные дети объединяются в группы, а чаще в банды. И таким образом вероятность выживания в них увеличивается. И последнее, шестое. Вероятность выживания существенно увеличивается, если существо понимает, куда надо двигаться, что делать, как питаться, к чему стремиться, и на какие принципы операции. И напротив, люди, не имеющие надежды, планов и веры в себя, очень быстро гибнут, умирают от истощения, поддаются панике и становятся жертвами в любом расширении этого слова, более сильных. Теперь мы с вами перечислили и приняли эти элементарные знания, которые до сих пор где-то там роились в нашем сознании. Ну, естественно, вы и без меня это все знали. Но сейчас просто приобрели маленький якорек смысла. Все. Пришпилили на стенку, как напоминалку. И что же делать дальше? Ну, я буду говорить некими метафорами. Первая задача. Надуть себя, как лягушку. Принимаем ту тяжелую, но часто непосильную мысль, что без нашего присутствия в физическом или моральном смысле наши дети вынуждены будут вести себя по одному из ранее описанных неблагоприятных сценариев. Выбираем. Пойдут детский крестовый подход, запишутся Гитлер Югент, Куну и Бинов, Нил Пионерев и так далее по списку. Поэтому, чем больше нас, тем меньше не зависящих от нас обстоятельств. Забота о себе и своем психологическом состоянии уже не только ваше личное дело, это дело всех тех, за кого отвечаете и кого приручили. Примите правила поведения, ну, как в самолете. Сначала подзаботься о себе и то, что сохранишь, сможешь использовать для поддержки и спасения своего ребенка. А посему ловим себя мечащихся и беснующихся, буквально за хвост, сажаем плотно на твердые основания и заставляем размышлять. Мы способны прямо сейчас или через день переделать все школы, учителей, правительства, улить космонавтов, остановить кровопролитие? Нет? Тогда будем делать то, что нам по силам и отчего может измениться хотя бы ближний, окружающий нас мир. Второе. Мир в семье. Самое главное на этот период. Постарайтесь хотя бы на время забыть обо всех семейных разногласий и сворах. Детям даже в мирное время очень важно, чтобы родители были едины и счастливы. Опросники подростковой растерянности говорят, что их больше разочаровывает не строгость или же потакание со стороны родителей, а именно разногласия в семье и стиле воспитания. Постарайтесь объединиться в одно целое и найти общую тактику поведения как между супругами, так и другими поколениями воспитателей, о тонкости которых мы поговорим прямо сейчас. Треть. Я называю это становиться попугаями. Для того, чтобы ребенок почувствовал себя спокойнее, напряженной атмосфере. да и нам же это не повредит. Прижмите его к себе в зависимости от возраста, то ли буквально, то ли с помощью добрых и ласковых слов говорите о своей любви, что никогда и не было лишним. И то, что вы постараетесь всегда и везде быть рядом с ним и никогда его не оставлять. И твердим это как попугай. При любом удобном и неудобном случае, если в обычной ситуации мы понимаем, что нас услышали сразу и можно не повторять, то в сложной ситуации это важно и нужно повторять много раз. Это как доза, как ресурс поддержания сил и веры в светлое будущее. Четвертое. Конструктивная оптимизма. Чем труднее и опаснее ситуация, чем ближе нам быть надо с ребенка, а в экстремальной ситуации держать его за руку и давать очень четкие, ясные, однозначные команды. Здесь с уверенностью не передозирует. Она нужна всем и в первую очередь вам. Не важно, чего она будет касаться. Если вы не можете проявить уверенность в том же точном предсказании событий, признайтесь в этом открыто. Но вот уверенность в том, что все-все, все равно будет хорошо, мы победим, исправимся со всем, из вас должна исходить с избытком. Старайтесь и для себя, и для детей. Пересмотрите, может быть, ранее вас не затронувший или недооцененный вами фильм «Мир прекрасен». Учитесь на примере героя этого фильма не только впитывать страх, но и избавляться от него своими собственными усилиями. Поверьте, это не сказка и не про нее. Такие люди реальны и жили, и живы ныне. Пятый, шутите, к тому же крайне эффективно не давать ребенку кокситься. Даже если вы махровый интроверт, наступите на горло временно своей необщительности. Сыпьте историями, анекдотами, орите вместе с ребенком дурацкие песни, вспоминайте интересные истории из прошлого, старайтесь во всем видеть хорошее и смешное. Естественно, не в условиях погони и выживания. Шестое, объединяемся. В стрессовой ситуации люди склонны чем-то купировать накопившееся напряжение, будь то еда, наркотики или алкоголь. Ну, последние два не для вас. Вот поить, кормить, закутывать и согревать ребенка очень полезно. Это не время соблюдать диету и заботиться о фигуре. Ребенку необходимо ощущение общности и вовлеченности. Рисуйте, играйте, лепите, строгайте, почаще тактильно соприкасайтесь с его кожей, вспоминайте близких, родных, особенно как те были ему рады и как он был для них ценен. Напоминайте о скучстве с чем-то. Глазки как у мам, пальчики папины. Так говорила сестренка, а помнишь, как бабушка пекла блины, как они пахли. Важно, чтобы в эти моменты у вас было что-то объединяющее. Можете нарисовать одинаковые картинки на ладони, надеть одинаковые колечки или бантики, повязки и прочее. Чем важно, чтобы рядом были любимцы. Забирайте с собой, как бы это ни было трудно, питомцев, игрушки для детишек. Пусть они чувствуют хоть какую-то связь с привычным им прежним миром. Девятое очень важное движение. Снимайте физические блоки. Дети более подвижны и в трудной ситуации надо позволить им играть, соревноваться, устраивать викторины, безобразничать. Не позволяйте им замкнуться и впасть в уныние. Страх разрушает и влияет на иммунитет. Отчаявшиеся люди во время блокады Ленинграда умирали существенно быстрее и мучительно, чем те, кто был чем-то занят и нацелен на выживаемое. Десятое. Разговоры. Не давайте их раздражение и отчаяние накапливаться. Дайте им выговориться, выплакаться, выругаться, поделиться страхами и трудностями, задавайте больше, чем обычные вопросы, инициируйте обсуждения, поиск ответов и вариантов. Одиннадцатое. Они нуждаются в вас. Не забывайте, что если в обычное время ребенок может стремиться к самостоятельности и даже отталкивать заботу взрослого, то сейчас этому очень нужно. Ему нужен рядом уверенный в себе и оптимистичный взрослый и сильный человек. Не позволяйте себе расписать. Но даже если это происходит, не прячьтесь от них. Учите их переживать эпизоды упадка сил вместе, рука об руку показывая, что и это возможно, и это преодолимо. Убеждайте себя и окружающих, что вы сильны и способны все-все преодолеть, поступить вопреки обстоятельствам и выжить. Итак, друзья, как помочь ребенку выживать среди враждебного и неприятного окружения, справиться с буллингом, поговорим в следующий раз. Надеюсь, мы сумели с вами обсудить хотя бы в общих чертах нюансы взаимоотношений с ребенком и нам будет легче пережить эти легкие времена. Держимся друг за друга, не оставляем друг друга, в одиночестве, в отчаянии помогаем друг другу. Мы не одиноки. До новых встреч. Ваш доктор Куров 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 Куров